Введение к резолюциям 7-й апрельской Всероссийской конференции РСДРПБ. Полное собрание сочинений, том 31, страницы с 454 по 457. Резолюции 7-й апрельской Всероссийской конференции РСДРПБ с введением были напечатаны в приложении к солдатской правде от 16-го 3-го мая 1917 года. В правде почти все они печатались на месте передовых статей по мере их принятия конференции. Товарищи рабочие, Всероссийская конференция Российской социал-демократической рабочей партии, объединенной Центральным комитетом и в просторечии называемой партией большевиков, закончилась. Конференция приняла очень важные решения по всем коренным вопросам революции, и мы печатаем ниже полный текст этих решений. Революция переживает кризис. Это видно было на улицах Петрограда и Москвы 19-го, 21-го апреля. Это признано Временным правительством. Это признано Исполнительным комитетом Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Это подтверждено еще и еще раз, в тот момент, когда мы пишем эти строки, отставкой Гучкова. Кризис власти Кризис революции Не случайность Временное правительство Есть правительство помещиков и капиталистов, связанных русским и англо-французским капиталом, и вынужденных продолжать империалистскую войну. Но солдаты измучены войной. Они все яснее сознают, что война ведется из-за интересов капиталистов. Они не хотят войны. И вместе с тем на Россию, как и на другие страны, надвигается грозный призрак ужасного краха, бесхлебья, полной хозяйственной разрухи. Страница 455-я Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, заключивший соглашение с Временным правительством и поддерживающий его, поддерживающий заема, следовательно, и войну, зашел тоже в тупик. Совет несет ответственность за Временное правительство, и, видя безвыходность положения, он тоже запутался этим своим соглашением с правительством капиталистов. В этот великий исторический момент, когда все будущее революции поставлено на карту, когда капиталисты мечутся между отчаянием и мыслью о расстреле рабочих, «Наша партия выступает перед народом и в решениях своей конференции говорит ему, «Надо понять, какие классы двигают революцию. Надо трезво учесть их различные стремления. Капиталист не может идти той же дорогой, что рабочий. Мелкие хозяйчики не могут ни вполне довериться капиталистам, ни сразу и все решиться на братский тесный союз с рабочим. Только поняв различия этих классов, можно найти верный путь для революции». И решения нашей конференции по всем коренным вопросам народной жизни проводят точное различие между интересами разных классов, показывают полную невозможность выхода из тупика при политике доверия к правительству капиталистов или при поддержке его. Положение неслыханно трудное. Выход один и только один. Переход всей государственной власти в руки советов рабочих, солдатских, крестьянских и других депутатов по всей России снизу доверху. Только при условии перехода власти к рабочему классу, если его поддержит большинство крестьян, можно рассчитывать на быстрое восстановление доверия рабочих других стран, на могучую европейскую революцию, которая сломит иго капитала и разобьет железные тиски преступной бойни народов. Только при условии перехода власти к рабочему классу, если его поддержит большинство крестьян, можно питать твердую надежду, что все трудящиеся массы с полнейшим доверием отнесутся к этой власти и встанут дружно все, как один человек, на самоотверженную работу для переустройства всей народной жизни в интересах трудящихся масс, а не в интересах капиталистов и помещиков. Без такой самоотверженной работы, без гигантского напряжения усилий всеми и каждым, без твердости и решимости переустроить жизнь по-новому, без строжайшей организации и товарищеской дисциплины всех рабочих и всех беднейших крестьян, без этого выхода нет. Страница 456 Война привела все человечество на край гибели. Капиталисты втянулись в войну и не в силах вырваться из нее. Перед катастрофой стоит весь мир. Товарищи рабочие, приближается время, когда от вас события потребуют нового и еще большего героизма, и при том героизма миллионов и десятков миллионов, чем в славные дни февральской и мартовской революции. Готовьтесь. Готовьтесь и помните, что если вместе с капиталистами вы могли победить в несколько дней простым взрывом народного возмущения, то для победы против капиталистов и над ними необходимо не только это. Для такой победы, для взятия власти рабочими и беднейшими крестьянами, для удержания ее, для умелого использования ее, необходима организация, организация и организация. Партия наша помогает вам, чем может, и прежде всего прояснением сознания относительно различного положения различных классов и различной силы их. Этому посвящены решения нашей конференции. Без этого ясного сознания организация – ничто. Без организации невозможно действие миллионов, невозможен никакой успех. Не верьте словам. Не давайте увлечь себя посулом. Не преувеличивайте своих сил. Организуйтесь по каждому заводу, в каждом полку и в каждой роте, в каждом квартале. Работайте над организацией ежедневно и ежечасно. Работайте сами. Этой работой нельзя передоверить никому. Добивайтесь такой работы, чтобы полное доверие Маск передовым рабочим складывалось постепенно, прочно, неразрушимо. Вот основное содержание всех решений нашей конференции. Вот главный урок всего хода революции. Вот единственный залог успеха. Страница 457. Товарищи рабочие, мы зовем вас к тяжелой, серьезной, неустанной работе, сплачивающей сознательный, революционный пролетариат всех стран. Этот и только этот путь ведет к выходу, к спасению человечества от ужасов войны, от иго капитала. Приложение к номеру 13-му газеты «Солдатская правда» 16-3 мая 1917 года